всем привет есть интересное выступление алис вайдель которые я предлагаю сейчас посмотреть это вступительная речь на той конференции в эссене против которой организовывались протесты кстати не забудьте в комментариях написать ваше мнение касательно этого выступления и заявлений так что подписывайтесь на канал кнопка подписаться внизу под видео и давайте к делу всем доброе утро мы хотим начать в хорошем настроении в грага хала и так сначала прекрасное доброе утро всем присутствующим здесь делегатам всем сотрудникам всем гостям как я рада что ты здесь сначала обычное утреннее приветствие настоящим я открываю этот съезд с должной регулярностью с установлением того же самого и я действительно отмечаю что она была приглашена в соответствии с законом на шесть недель раньше 15 мая 2024 года соответственно мы можем чудесно начать прямо сейчас дорогие друзья дорогие коллеги я надеюсь что целости и сохранности я должна признаться я очень волновалась все ли здесь сегодня в порядке и я честно говоря тоже очень беспокоюсь полицейские сотрудники службы безопасности и те кто охраняет этот съезд я от всего сердца желаю чтобы полицейские те которые защищают этот съезд могли завтра вечером вернуться целыми и невредимыми к своим семьям и прямо здесь сказать что то что там происходит не имеет ничего общего с демократией ничего я хочу обратиться к свидетелю левому интеллектуалу игнатиусу селоне если фашизм вернется то он не скажет я фашизм а я антифашизм но теперь мы здесь мы здесь и ты должна позволить этому растечься по твоему языку мэр хдс которая пытается выступить против нашего съезда господин абер штурмфюрер куффин из хдс теперь мы здесь в крюгере холл потому что у нас есть право как и у всех других политических партий проводить обычный партийный съезд что для того чтобы объявить демократию вам и якобы таким демократическим партиям нужен административный суд это недостойно вообще партии которые любят называть себя демократическими партиями как демократично наверное призывать к бойкоту обычного съезда партий демократически избранной партии левые призывают к автобусным поездкам в эссен а зеленая молодежь кричит что нужно всеми средствами помешать нашему съезду этим ты нарушаешь основные принципы нашей демократии и нашу конституцию и показываешь какое ты умственное дитя партии должны участвовать в формировании политической воли народа однако то что происходит перед этим залом не имеет ничего общего с формированием политической воли народа это то с чем мы от к все чаще сталкиваемся в последние месяцы проснулись левые группировки и партии поддерживаемые хдс которые всеми силами пытаются воспрепятствовать формированию политической воли но мы этого не допустим нас не запугаешь потому что мы выступаем за нашу страну за нашу родину и за наших детей мы здесь и мы останемся мое уважение и величайшая благодарность всем нашим рядовым кто вел эту изнурительную политическую борьбу в последней неделе я благодарю всех тех кто выдержал ветер отрицания и враждебности бурю других партий и ураган средств массовой информации вы стояли у бесчисленных информационных стендов и выдержали усиленное давление от имени федерального исполнительного совета спасибо всем заинтересованным руководителям и это вы вы получили места в муниципальных собраниях и местных советах районных собраниях ты подверглась давлению своими действиями на местах ты внесла значительный вклад в нашу успешную работу в том числе на европейских выборах я видела ее в ночь выборов потрясенные взгляды журналистов или активистов а также гнев на лицах партийных лидеров самопровозглашенных демократических партий народного фронта лучший пример такого отношения господин клинг байл смог показать в ночь выборов дорогой господин клинг байл каждый десятый избиратель из тпк перешел на сторону адг почему почему потому что адг это новая партия молодежи работающего населения рабочих служащих но также и работодателей и у вас действительно достаточно прерванных биографии о крахах в сша лидеры других партий скажи это очень чутко и этот пример очень личный мистер клинг байл подает суверен избиратель наш народ в конце концов сами решают как они хотят жить в будущем и это хорошо мы прошли через сборную избирательную кампанию это потрясло это разбило тем не менее мы добились отличного результата мы вторая по силе сила в конфедерации и мы самая сильная сила на востоке хотя у нас был больший потенциал это была хорошая командная игра мы тоже не будем преуменьшать это несмотря на то что во время игры из гостевой зоны вырывались клубы дыма было много фолов мы все это испытали так бывает в футболе и так бывает в политике в таких ситуациях нужен тренерский штаб она может быть вынуждена делать тактические замены если соперник меняет систему игры или тот или иной игрок испытывает трудности с кондициями лучше временно убрать кого-нибудь с поля партийная работа это командный вид спорта ты должна приспосабливаться друг другу ты должна быть внимательна и ты должна приспосабливаться даже талантливые игроки могут сбиться с пути никто не идеален наша команда здесь не из профессионального политического спорта но мы сформировались и состоим из разных людей и это хорошо но мы сплоченная команда если кому-то нужно выйти на замену она еще не вылетела из команды чтобы четко заявить об этом здесь это относится как к любимцам публики так и к честным дисциплинированным работникам на нашем последнем съезде было принято решение о вступлении в европейскую партию идентичность и демократия на момент подачи заявки входившая в состав парламентской группы айди в европейском парламенте была членом европарламента в эту фракцию входят австрийская эфпоу и бельгийский фламсбилен нас связывают партнерские отношения с обеими партиями даже долгая и тесная особая дружба с эфпоу партии идей которую мы рассматривали как хорошую платформу для развития связей с нашими родственными партиями общие пересечения должны быть изучены и более того разногласия в европейской политике должны быть устранены возможно это была бы не жизнь если бы иногда все происходило не так как хотелось бы наша делегация больше не является членом парламентской группы стул был выставлен за дверь членство во фракции в свое время потянуло за собой членство в партии а также нынешние исключения к нашему сожалению обусловили как следствие выход из идейной партии федеральный исполнительный совет единогласно принял соответствующую рекомендацию на съезде партии но как и футболе судья еще не дал свисток и превратил многие игры в безнадежные но я хочу четко отметить здесь две вещи первое мы как сторона требуем уважительного отношения на равных потому что мы альтернатива для германии во вторых у нас тоже есть свои политические представления о европе мы выступаем за свободу европы мы выступаем за европейские народы но прежде всего мы представляем интересы германии и интересы нашей страны не включают перераспределение и раздачу наших налоговых денег странам-должникам европы это определенно не входит в их число это не включает в себя выбрасывание наших национальных активов в окно для граждан европы фон дер меланис и третий интересы германии европы включают также то что украина не является частью европейского союза и принадлежит европе которая хочет поехать с нами приветствуется нами мы с нашей новой делегацией в европейском парламенте находимся на очень хорошем пути к созданию такой парламентской группы которая твердо стоит на нашей стороне будет в ближайшие пять лет я очень оптимистично в этом отношении наша настойчивость наше терпение окупится и здесь как и футболе и в политике кто дольше дышит тот в конце концов и одержит победу и мы хотим одержать еще много побед в этом году у нас впереди три трудных выборов в законодательные органы штата июньские выборы несмотря ни на что показали восток голубой и тем более те из нас кто уже однажды должен был позволить левым тоталитарным идеологам социалистам и коммунистам диктовать как и прежде всего что думать и что делать она не хотела бы просто принять подобное во второй раз германии снова нужно настроение для подъема германии нужна вторая 1989 1999 ты видела что сказал март в своем летнем интервью достаточно ли хорошо он и его хдс интегрировали восток я цитирую после 35 лет падения берлинской стены и достаточно ли хорошо он и его хдс поняли восток нет герр мертс я могу вас успокоить немцам не нужно их интегрировать им нужно интегрировать совсем другое и те кто миллионы раз незаконно проникал в нашу страну после приветственного путча меркель хдс в 2015 должны выйти незаконно полная потеря контроля это то что сделал хдс защита защита консервативных ценностей защита немецких достоинств больше не имеет к хдс никакого отношения какие еще нужны доказательства чтобы понять что избрание хдс означает только продолжение курса меркель и подавление протестов в которых доминируют зеленые посмотри на эссан посмотри на это на государство управляемое хдс это толпа надо прямо сказать из трех небольших партий на совести которых будущее этой страны и немецкой молодежи из-за их курса на уничтожение политика этого правительства в отношении германии политика направленная против германии собственное население делает несколько вопросов к этой непрофессиональной театральной труппе первое где собственно обещанный бюджет на 2025 его все еще нет вот уже несколько недель как мы все должны быть готовы к войне мой вопрос сколько на самом деле служила господ министров светофоров сколько же это эти господа министры светофоров которые каждый день раздувают риторику эскалации раскручивают спираль эскалации эти господа министры светофоров должны наконец взять на себя ответственность и сами отправятся на фронт но руки прочь от наших сыновей и отцов это значит взять на себя ответственность но мне действительно очень интересно когда же это правительство светофора наконец уйдет в отставку и положит конец деиндустриализации германии когда же они наконец уйдут ты помнишь следующую фразу нашего вице-канцлера хабека я не имею в виду эту фразу любовь к родине которую я всегда считала отстойной я даже не это имею в виду фразы я цитирую дискуссию закон об энергии зданий то есть как мы будем нагревать в будущем честно говоря была также проверкой того насколько общество готово принять меры по защите климата если они станут конкретными конец цитаты тест эксперимент и так мистер кузен министр экономики хабек экспериментирует с нами которая может подойти для детских книг но не для третьей по величине экономики в мире хабек и его богатый клан экспериментируют немецкая экономика собирает чемоданы наша страна переживает тяжелейший экономический кризис и подвергается деиндустриализации в конце концов именно хабек и его кумоство должны собирать чемоданы и выезжать в этот момент и я могу просто сказать уважаемое правительство наконец-то избавьтесь от этого расчищайте путь для новых выборов избавься от этого собирая чемоданы германия превратилась в пони ферму от тебя постоянно требует признание которое говорит по-новому и кстати заменяет постоянный призыв к толерантности это признание и предписанная толерантность теперь переходит только в патернализм но мы верим в личную ответственность немецкого народа в германии это личная ответственность защищает от потери контроля и поэтому мы хотим наконец больше прямой демократии и наконец хотим чтобы в германии было проведено плебисцит миграционный кризис вышел из под контроля преступности расходы иностранцев зашкаливают деньги это еще не все сказали бы наши зеленые мировые эксперты окружающие фрау мы получаем человеческий подарок геринг экерт но вы не можете оживить жертв с помощью напечатанных денег у нас кризис внутренней безопасности иностранные преступности насилия над иностранцами стремительно растут по выражению госпожи меркель созданный ею созданный хдс потери контроля в 2015 мы создаем это не только в 2024 году нет мы не создаем этого германия не создает этого германия развалится если мы не возьмемся за спицы и не положим конец этой массе товаров хиппи и не сделаем серьезную политику для нашей страны то что сейчас происходит в этой стране больше не может быть выражено деньгами и голыми цифрами больше нападений на ярмарках больше убийств больше изнасилований и пока в берлине гамбурге и к сожалению в этом городе провозглашается халифат мы адк должны проводить здесь дни под охраной полиции с водометами объясняет ген халден банк я цитирую халифат это одна из многих мыслимых государственных форм существующих во всем мире есть коммунизм есть социализм есть система управляемой религией есть монархии все это существует все это можно сказать в германии и за нами наблюдает местный администратор хдс халден банк перевернутый мир сумасшедший мир это не та германия которую мы хотим и это не должно быть будущем наших детей конституционная защита сама по себе стала врагом конституции и в этой форме она должна быть отменена что нам нужно немедленно вместо этих кули этих глупых кули что нам нужно так это немедленный миграционный поворот нам нужно немедленно прекратить натурализацию в соответствии с этим законодательством о хиппи нам нужно немедленно депортировать 300 тысяч лица подлежащие высылки и правонарушители должны немедленно покинуть страну и нам нужен надежный пограничный контроль с отказом от незаконного пересечения границы на чемпионате европы это работает но к нам это не должно относиться так что покончи с этим это то что нам нужно нам нужен миграционный поворот для нашей страны мангейм мангейм или киркберг бат айенхаузен штутгарт каждый день эти ужасные ужасные акты насилия настойчиво напоминай нам хватит и для кого эти события не являются достаточным предупреждением пусть они увидят следующее это звучит банально но никто бы не подумал об этом 10 лет назад в этой стране открытые бассейны в столице германии становятся зонами повышенной безопасности можно почти поверить что они становятся готовыми к войне я назову лишь некоторые из мер безопасности проверка документов на входе видеонаблюдение проверка сумок увеличение ограждения открытого бассейна до 3 метров усиление ограждений колючей проволокой дорогие друзья мы говорим о открытых бассейнах к сожалению сейчас они защищены лучше и эффективнее чем наши границы и поэтому я говорю что нам не нужны ограждения для открытых бассейнов нам нужны пограничные ограждения мы партия в германии мы партия за германию в центре европы и мы больше не отступим мы европейцы мы немцы и мы хотим быть немцами и мы хотим оставаться немцами если бы федеральная политика зеленых действительно была направлена на интеграцию то конечно она должна была бы исходить из языка культуры происхождения религиозных представлений и готовности стать частью немецкого народа говори ни слова об этом мы приветствуем всех кто хочет здесь работать кто хочет внести позитивный вклад в наше общество кто придерживается наших правил но для других это тоже нужно сказать очень четко у нас больше нет места дорогие друзья мы не должны оставлять культурно-образовательную деятельность наш язык наши ценности и представления а также процесс формирования демократического общественного мнения на усмотрение левых тоталитарных идеологов мы говорим молодым людям создает пишет музицирует и занимается исследованиями оставайся любознательный будь целеустремленный будь готова к работе будь дисциплинированной и иди работать и не позволяй себе думать что ты можешь выбирать пол прекрати этот идиотизм и смешение молодых людей прекрати это когда адг войдет в состав правительства мы в первый же день отменим этот закон об иммиграции и закон о самоопределении в первый же день эти законы исчезнут я хочу закончить цитаты из альт федерального президента Хорста Келлера я цитирую будущее нуждается в происхождении нет будущего без происхождения идентичность это неотъемлемая часть осознания своей истории конец цитаты дорогие друзья только осознавая наше прошлое осознавая сильные стороны нашей страны и ее граждан мы можем установить правильный курс в настоящем создать жизнеспособное будущее для нашей родины и создавать для наших детей я желаю нам хорошего успешного партийного съезда и сердечно благодарю тебя за это ну что же насыщенное получилось выступление как всегда очень много тем затронута так что давайте теперь обсудим все эти моменты заявления и предложения Алис Вайдель в комментариях под видео чем вы согласны или не согласны и почему думаю что вам есть что сказать на этом все подписывайтесь на канал кнопка подписаться внизу под этим видео спасибо всем за просмотр и за внимание берегите себя до новых встреч пока пока